Не случайно в Центральной городской библиотеке располагается уголок гражданской обороны. На базе культурного учреждения вот уже третий год работает учебно-консультативный пункт. Мы заявили о нем громко, хорошо, потому что уже в 2022 году мы стали одним из финалистов и заняли второе место среди учебно-консультационных пунктов Кузбасса, а уже в 2023 году мы заняли первое место и награждены дипломом правительства Кемельской области Кузбассом. Этот учебно-консультационный пункт создан был по решению главы Ленинск-Кузнецкого городского округа. Каждую неделю здесь проходят занятия, с горожанами говорят о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, при пожаре, землетрясениях и многом другом. Сейчас у нас время уже очень тяжелое и много случается террористических актов. Это тоже немаловажный аспект. И здесь как раз тоже на этих занятиях населению доводится действие, как себя вести в массовом скоплении людей. Собирается огромная аудитория, это целый у них актовый зал, и люди получают первичные навыки оказания первой помощи. Они получают навыки по действиям в случае возникновения военных действий или же стихийных бедствий. Это все необходимо знать каждому. Очередное расширенное практическое занятие состоялось совместно с Кузбасским объединенным учебно-методическим центром по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям сейсмической и экологической безопасности. Преподаватель центра Екатерина Дедкова провела занятие по оказанию первой помощи. Она показала технику выполнения непрямого массора сердца и искусственной вентиляции легких с использованием манекена-тренажера для сердечно-легочной реанимации. Участники смогли не только посмотреть реанимационные действия, но и самостоятельно, под контролем специалиста попробовать выполнить их на тренажере. Следующий немаловажный вопрос – психологические особенности поведения в экстремальных ситуациях. Говорили о том, что такое толпа и как она влияет на человека. Елена Беляева, Василий Обухов, Реоленинская.